Добрый вечер, дорогие друзья. Передача новости Кавказа и Черноморского региона продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас в гостях сам Роман Цымбалюк, известнейший журналист, которого вы наверняка прекрасно знаете. Приветствую, Роман, очень рад вас видеть. Слава Украине! Героям слава, смерть российским оккупантам сократовалась до Украины Гаумар Джос. Роман, первый вопрос, который очень простой. Вы долгое время жили в России, я тоже долгое время жил в России, правда, я жил задолго до вас, а с 99-го года вообще ни разу не посещал эту страну. Просто не по единным соображениям, просто так сложилось, вернее немного по единным соображениям. Когда ввели визы, я сказал, да чтоб мои враги по визе в Россию ездили. Оно мне надо. И после этого просто не ездил. Тем не менее, вот эволюция... Вы, если я не ошибаюсь, шесть лет жили, да? Ну, немножко больше. В любом случае, ваш опыт подсказывает, что жизнь вне этого государства, она прекрасна. И слава богу, они занимают большую часть этой планеты, но это не все. Я не стомнирую еще, по крайней мере, в нашей жизни точно. Так вот, я, честно говоря, наблюдая за эволюцией уже извне, за эволюцией, я, честно говоря, был несколько удивлен. Ну, как это они вот так вот... Когда вот началась такая война, война, понятно, но когда началась такая война, для вас это было каким-нибудь шоком, сюрпризом? Или, в принципе, в принципе, вот все это было ожидаемо, прогнозируемо и более того, неизбежно? Вы знаете дело? Ну, во-первых, я начало вторжения полномасштабного проспал, потому что я, конечно, я в это не верил. Почему? Не так. Не то, что не верил. Мне казалось, что с точки зрения разума, то, что они сделали, это абсолютный идиотизм. Вот со всех точек зрения. То есть ни одного достижения России, а, в этой войне нет и не будет, ну, кроме трупов российских солдат и уничтоженных украинских городов. Но в части двухсторонних отношений Украины-России, если тут было когда-то, какое-то даже после 2014 года, российское политическое влияние, то уже все, этого не будет никогда. Украина и Россия – это две страны, которые будут считать друг друга врагами на столетия вперед. Вот, и что интересно здесь, понятно, почему мы будем считать, но вот они же тоже к нам относятся именно таким же образом. Хотя, с одной стороны, что там какие-то и братья одновременно, Путин и про братьев одновременно говорит, и бомбы бросает. Делает это вот, ловите братья, и так далее, и так далее. И почему я все-таки, вот исхожу из того, что это логичный шаг. В этой войне у России шансов победить нет. Вот их просто нет. То есть вопрос цены и сколько жизней они заберут с собой, причем с двух сторон, но победить они не могут. Ну и дальше, что на Россию санкции, то есть я не говорю, что они там повлияют на Россию таким образом, что у них там еды не будет. Нет, просто страна закрывается, обрубаются контакты с людьми, в первую очередь на Западе. Это технологии, это образование, это, я не знаю, поездки. Это, ну, условно, у них же раньше было как, им рассказывали, что НАТО очень страшно и противно, и очень опасно. Но все российские элитари с большим удовольствием покупали дома на озере Кома, там и так далее, и так далее, в странах НАТО, и никого это не беспокоило. То есть вот сейчас, когда это все закрылось, то, ну что, они будут строить ГУЛАГ, даже, нет, это будет не ГУЛАГ. Россия будет выглядеть, как оккупированная часть Донбасса в вот эти восемь лет. Все эти вот, то есть Донецк возвращается к ним, то, что они там посеяли, взойдет пышными сходами у них, уже в России, в рамках ее международно признанных границ. То есть, и вопрос, для чего это, он остается открытый, потому что у Путина власть у него была, нефть, и, соответственно, бабла у них было тогда очень много, сейчас тоже много, но меньше. То есть, ну, это же бред. Нет, поэтому, ну что, они расставили вопрос таким образом, что нам остается только стрелять на поражение. Нет, ну, это-то понятно, но вот сюрреализм картины «Киев бомбили», нам объявили, что началась война, это же полный сюр был, конечно, для меня. Ну, а то, что в братьев кидаются бомбами, диалектика. Они же считают, что братьев нет. Ну, мы тоже считаем, что братьев нет. Нет, а вас нет, украинцев нет. Поэтому, когда идет речь о геноциде, ну, геноцид, это имеет цель, не важно, сколько человек должно быть при этом убито, имеет цель уничтожения конкретного народа. Тут уже заранее объявлено, что народа нет. Ну, вы тоже считаете, что народа нет. На самом-то деле, у меня же тоже был такой экспириенс, уже, ну, в грузино-российских отношениях как бы. То есть, я слабо себе мог представить, что они могут бомбить Тбилиси, бомбить Путик. Но они это делали. Но они это делали. Да? И я думаю, что мы ошиблись еще тогда, когда... Нет, они бомбили Сухуми до этого. Но тогда у них была отмазка, это не мы. Где-то это я слышал. Нет, ну, это был 92-93 год, и когда они говорили, это не мы, было понятно, что это понятно, что они, а кто еще. Но тогда еще была надежда на то, что, может быть, это не они, а кто-то кого-то подкупил какого-то летчика. Хотя, ну, бред полный. Приехать на военный аэродром, подкупить летчика, чтобы тот бросал бомбы на другое государство, это полный бред. Бог с ними. Сегодня они объявили о том, что они угрожают бомбить центр принятия решений, если война будет принесена на их территорию. Но, видимо, они за Белгородский мост сильно переживают. Тут вопрос еще, кто это делает в Белгородской области. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это были белгородские партизаны, которые против российского нацизма. Но давайте так. Они все красные линии давно перешли. И в Киеве они испытали все свои средства поражения, которые у них были, по-моему, кроме ядерной бомбы. Но это, наверное, уже такая, но другая история. Так вот, да. Поэтому, когда нам угрожают, ну, что значит центру принятия решений? Это офис президента, ну, очевидно, министерство обороны и так далее. Насколько я понимаю, у нас гарантий, что туда не будут бросать бомбы в предыдущие 40 с хвостиком дней не было. И все меры предосторожности, я надеюсь, приняты. И у президента, и у политического, и военного руководства с бункерами тоже все хорошо. Не только у Путина. Ну, наши-то хотя бы, а, выходят из этих бункеров и находятся там не по велению души, а из-за военной опасности. Ну, это я к тому, что некоторые просто тусуются там и книжки читают по истории. А потом начинают войны. Да нет, они не просто читают, они еще и пишут книжки по истории. Ну, вот, кстати, на протяжении многих лет, в общем-то, ну, скажу так, шел процесс формирования украинской политической рации. Шел процесс в жестком таком клинче, что вот есть желтых в запад, синих в восток и так далее. Или сегодня это единый животоблокитный флаг или осталось еще что-то от того разделения, которое было? Да я бы даже не сказал, что было разделение. Не было никакого разделения. То есть, за счет российских вот этих вот денег, которые здесь бесконтрольно вращались, они раздували абсолютно искусственно вот эти темы ущемления русскоязычных, там что-то еще, НАТО, там Степан Андреевич Бандер и так далее. То есть, темы, ну, которые при всей их важности на жизнь рядового человека влияют едва ли, по крайней мере, в повседневной жизни. Поэтому Украина, она всегда была единой. И посмотрите, все, что они захватили и после 2014 года, и вот сейчас в 22-м году, там на некоторых направлениях у них есть успехи. Так это же их нигде никто не встречал с цвутами. Нигде. Поэтому это говорит о том, что, вот знаете, вот эти вот пророссийские политики в Украине, когда они были, а теперь их что-то, куда-то они разбежались под люки все. Ну, некоторых поймали на границе. Они использовали такое словосочетание «Украина потеряла Крым и Донбасс». Вот она же потеряла. Как это она его потеряла? Ну, то есть, в конструкции где манипуляция? То есть, Украина виновата. Не то, что российские оккупанты захватили войной это, а этот, ну, сразу своего патрона Путина они выносят за скобки. И там обычно нам предлагали подискутировать, кто там слил Крым. То есть, опять же, я, причем частенько в этом дискурсе общались абсолютно проукраинские и проевропейские партии, которые любили там поспорить, кто же был неправ. Так вот, даже в этой дискуссии частенько забывали причину, а причина – это Москва. То есть, конечно, из любой военной операции нужно делать выводы, это понятно, но никогда не надо забывать, что из-за чего происходило. Поэтому вот если мы сейчас говорим, во-первых, ну, Украина – это Украина, а Запад, ну, видите, кажется, за вот это время мы построили его. Ну, то есть, то, что говорил президент Зеленский в части санкций до вторжения, а не после, в части оружия тяжелого и так далее, и так далее, теперь, смотрите, ну, даже немцы этот вопрос поставили в режим безлимит. Это о многом говорит, то есть, все эти страны западные осознали, что Путин и современная Россия – это не проблема только Украины, это проблема всех, потому что они, проводя геноцид здесь, они же, а, рассказывают, как они борются с США, как выяснилось, тоже какое-то двоемыслие. И самое главное, вот эти вот посылы, что нам мало Украины, они же официально культивируются лидерами России, и, слава богу, хоть с опозданием, но лучше чуть-чуть позже, чем никогда, вопрос военной поддержки Украины оружием, современным, он решен, и поэтому я даже не знаю, на что россияне рассчитывают. Вот они нам угрожают, знаете, вот даже вот сейчас будем бомбить, будем бомбить Киев. Ну, конечно, это страшно, это страшно, но, да, а то можно подумать, мы с этим не сталкивались уже. Можно подумать, что они не убивали детей в Мариуполе, в Сумах, в Чернигове, в Киеве. Все это было, и вопрос только в том, что все равно вы можете разбомбить даже административное какое-то здание, как в Харькове, но чтобы сюда прийти, нужно топать по земле священной украинской, а здесь их везде ждет смерть. Ну, вот у меня был эфир перед войной, когда вот меня спросили, кстати, тоже на грузинском канале, а что вы будете делать? А я говорил, будем воевать, будем их убивать. И никто не верил, что это же не сотрясение воздуха. Почему я так говорил? Потому что, да, я не верил, что они начнут войну полномасштабную, потому что, ну, это логично, мы об этом уже говорили, но то, что украинцы будут защищаться, она никогда не капитулирует, это вообще бесспорно. Нет, так они в это не верили, они именно в это не верили, они, в принципе, Украина, чисто утилинарная, если взять, им нужна была как своя земля, как свои ресурсы, свои люди. Нет, без людей, без людей, дело без людей. Не-не-не, одну секунду, без людей, которые себя считают украинцами, а они считали, что их подавляющее большинство. А остальные люди, по их мнению, должны были стать русскими, легко, а потом пополнить ряды армий, которые пошагали бы дальше. Они все ресурсы Украины, в принципе, хотели собрать для того, чтобы... Империя должна быть с Украиной. Без империи, без Украины нет империи. Все. А Украины нет. Поэтому это все Россия. Ну, кстати, у меня даже вчера... А, да, вчера со Стасом было как раз-таки про Донбасс, и когда я сказал по поводу того, что не было на Донбассе сепаратизма, не было про Российский Союз, мне сказали, не-не-не-не-не, вот смотри, вот была социология за Советский Союз. Так за Советский Союз это за присоединение к России было? Или ностальгия за Советский Союз? Вот вопрос. Ностальгия. Нет, конечно, они это путали. Они думали, что они Советский Союз. При всем моем скептическом отношении к Советскому Союзу. По поводу того, тех, кого ловят. Я вчера посмотрел это фото и даже сказал... Вы имеете в виду это насильственная мобилизация на оккупированных территориях? А, да, да, да. Я сейчас уже перешел в другой теме, кого ловят, я имею в виду, кого поймали из тех, как проходит слава людская. Я про человека в форме украинской армии, очень похожего на Виктора Медведчука. Оскорбили они нашу форму, да, вот этим вот деянием. С Медведчуком все понятно, а форму, ну, если он уж хочет ходить в форме, пусть одевает форму этого, вестапо российского. Ну, да, вот Медведчук, вообще, насколько он представлял сейчас опасность? Уже, наверное... А какую? Дело в том, что фактически, как это ни странно, вот эта вот безумная российская наглость, когда они начали просто за российские деньги с помощью российских телеканалов в Украине тут нести такую ахиллесицу на украинском языке. Вопрос того, чтобы закрыть эти вражеские точки, он стал в практическую плоскость, и это было сделано. Так вот, после... без российского телевизора Медведчук сразу начал сдуваться, как воздушный шарик, что абсолютно логично. И сказать, что у него тут какой-то вес был, да нет, как ни странно, в первую очередь такому повороту событий была рада партия ОПЗЖ, которую он возглавлял, потому что там два клана было, ну, условно, вот эти вот, как это, парароссийские, те, которые по-настоящему уверовали в Путина, типа Медведчука, и которые служили ему, и так далее. Ну, и, соответственно, тот клан, который, ну, условно, возглавлял его Юрий Бойко, который, используя вот эту вот парароссийскую риторику, Советский Союз, русский язык, Пушкин, не знаю, Ленин, ну, все это чушь, играли вот на этих постсоветских, там, не знаю, настроениях в обществе. То есть так вот эти вот, вторая категория, они, конечно же, были очень рады, что Медведчука выкинули за борт, у него там проблемы начались. И сейчас же вопрос не в том, что опасно было или не опасно. Вопрос в том, что он был под домашним арестом, и когда Путин, его кум, начал бросать бомбы на Киев, он что-то удрал куда-то. Следователя не предупредил и побежал к границе. Но возникает вопрос, куда ты побежал, дорогой? Звони в Кремль, скажи, что я вот здесь стою, сюда не бросай бомбы. А он этого не сделал, потому что прекрасно знает, что гарантий нет, что так не будет. Поэтому тут вопрос, он такой многослойный, это отношение и с Россией, непосредственно вот этот очередной такой шаг, как в Кремле это воспринимают, неуважение к Путину. А есть еще наши внутренние расклады, что там же Медведчука следователи увязывают с Петром Порошенко, и тут вот, может быть, разные моменты. Но по сути, вот что важно, после начала полномасштабного военного вторжения, то внутренней политики у нас нет, у нас военное положение. И поэтому тут Медведчук, это просто, знаете, вот такой символ того, что человек, который тут топил за русский мир, который рассказывал, что не все так однозначно, говорил, что у нас тут гражданская война, что нам надо срочно капитулировать перед Путиным, чтобы получать дешевый газ, чтобы была обязательно вакцина «Спутник». И вот это вот, вот все эти вот, ну, вот эти вот дешевые штуки, которые они тут впаривали, так выяснилось, мало того, что он врал, так он еще текать собрался. Так чего ты? Давай выходи накрещать их с плакатом. Путин, я твой кум, я здесь, что там, хочу царствовать здесь. Но он что-то побежал, как и вся эта фракция. И эта фракция ПЗЖ, они, конечно, молодцы. Там есть ряд кретинов, которые поехали в Россию, но основная масса поехали в страны вне юрисдикции Кремля. Вот это важно. Ну, я думаю, что их судьба гораздо лучше сложится, чем судьба Киева того же. Ну, вопрос. То, что Украина – это не Россия, мы знаем еще от кучи. Украина – не Россия. Книжку целую написал человек. Мало, что ли. Так это, слушайте, это 90-е годы. Тогда, может быть, и название имело смысл. Ну, смысл в этом был некий. Но прошло столько лет, и сейчас, ну, понимаете, когда эти уроды сюда едут и говорят, что мы здесь устроим Россию, то, конечно, в них стреляют, потому что у нас своя жизнь здесь. И они здесь нахрен никому не нужны. Вот. И да, действительно, они Россия. Вот теперь все в этом убедились. Ну, Украина – это Европа? Ну, я бы даже сказал, что Украина – это Запад. В таком самом широком смысле этого слова мы торгуем с Западом в первую очередь. Сомненно, Украина – это часть западной, западно-христианской цивилизации. Это факт. Да. Ну, насколько… Ну, просто сейчас, если мы говорим про украинское общество, которое в войне, которое, у которой нет, есть, к сожалению, я не согласен, что нет, есть, к сожалению, внутренняя политика, все равно, хотелось бы, чтобы ее не было. Во время войны. Во время войны. Да, да. Вообще, она должна быть. Я вообще всегда… Я, кстати, всегда восхищался украинской внешней, внутренней политикой. Всегда был в восторге. Когда мне говорили, вот что не так, это все. Ребята, у вас очень живая страна. У вас настолько живая и интересная страна, даже с этими уродами ОПЗЖ, даже с ними, ну, в конечном итоге, и даже столько, конечно, в цирке показывать карликов. Но вот такое бывает. Но сейчас же война не должна быть внутренней политики. Но в то же самое время политика есть по отношению к другим странам. И если мы говорим отношение к Европе, я понимаю, что оно многослойное. Оно как-то менялось или, в принципе, то же самое. Например, яркий пример приведу. Отношение к Польше. Ну, скажу так, исторически не безоблачные отношения. Но сегодня. Это уже другие, чем 46 дней назад? Я думаю, мы стали намного ближе друг к другу. Это очевидный факт. То есть, я вам скажу так, Кремль, во-первых, у них там была масса попыток вбросить вот эти такие темы. Ну, что, условно говоря, опять же, Степан Андреевич Бандера, что там все эти исторические моменты. Ну, мы соседи. И войны были. И люди друг друга убирали, убивали. А на войне всегда так. Было по-разному. История отношений очень-очень разная. И могилы украинские и польские есть и на той, и на другой стороне. Но, слава богу, что и здесь, и, соответственно, в Варшаве, при всех там разнообразия мнений народ понял самое главное. Что, что бы ни было 100 лет назад, 70 лет назад, не надо убивать друг друга за те могилы, которые уже есть. И не надо этот опыт повторять. И, соответственно, все сделали вывод. Есть там какие-то терки. Ну, в исторических моментах понятно, что так частенько бывает, что в одной стороне люди национальные герои, а в другой стороне через дорогу. Они террористы. Украина, кстати, в данном случае это не исключение. Таких историй везде такого. Я потом расскажу свое. Да. Одно и то же. Так вот, мы все это просто вынесли за скобки и пришли к выводу. Что давайте строить связи здесь. И когда началась война, Польша, она на самом-то деле сделала колоссальный склад, потому что большинство беженцев приняли именно они. А кто эти беженцы? Это женщины и дети. И вообще вот эти вот вещи, это же не забывается, понимаете? Вот с россиянами история на столе, это и с поляками тоже, только совсем с противоположными знаками. Теперь у нас там технейшее военно-техническое сотрудничество. Их прекрасные перуны, зенитно-ракетные комплексы переносные, ухайдохали не один летательный аппарат Российской Федерации. Они эти системы получили боевое, настоящее крещение, сбивают эти К-52 и так далее, и так далее. То есть все у нас хорошо. То есть и Польша, государство, которое во всех отношениях поддерживает Украину, в том числе Европа, НАТО, Европейский Союз. Поэтому, наверное, это образец для всех, как можно строить отношения, имея сложный исторический бэкграунд. Оказывается, можно жить, и не надо жить вот в этой формуле. Можем повторить. Можем повторить смерть, убийство, разрушение. Чтобы что? Чтобы потом сидеть и плакать на могилах. Ну, слава богу, тут совсем другая история. Вот действительно, вот эта война сама по себе, тем более большая война, и война экзистенциональная, то есть война за выживание нации, она очень многие моменты исправляет и нивелирует. Ну, я скажу, вот если мы возьмем историю грузин, на протяжении двух столетий нам внушали, что у нас есть исторические враги. Ну, я в курсе был, потом уже, что на нас нападали. Например, Римская империя нападала. И Парфианское царство нападало. Нападала Византия. Кстати, сжег Тбилиси вместе с Хазарами император Ираклий. Какое у него, имя какое у него. Да, да, имя у него, вот именно Ираклий, это от Геракла. Так вот, император Ираклий просто сжег Тбилиси, а Гаммухамед хан там даже близко. Ребенок посравил с ним, что сделал он с Тбилиси. Но после этого у нас Ираклий вот с благородом. А, но у нас один, оказывается, исторический враг. Был всегда. Да, Турки оказалось. И Турция. Причем это внушалось так очень серьезно. Турки и Турция. Где-то в 19 веке нам внушалось, что у нас Турки и Турция наши исторические враги. Посмотрел, блин, Турки никогда в жизни Тбилиси не брали. А в современной истории, извините, построили аэропорт. Ничего по-моему не делали. Более того, в 20 веке нам начали говорить, что они, оказывается, нас еще и спасли. От чего спасли? Ну, конечно же, Турки хотели нас всех убить. Ну, это же так естественно, что Турки хотят убить всех. Кстати, поляки не хотели всех украинцев убить. Нет, не было такого. Нет, а нас все. А нас хотели все. Просто украинцев много, их невозможно всех убить. И потом вас же все равно нет. Там русские были, а русских невозможно убивать. Поэтому у вас с вами тут все нормально, все в порядке. Так что тут эта история следующая. И когда открылись границы в 90-е годы, в начале 90-х, и мы стали общаться с Турками, это нормальные абсолютно ребята, очень классные. А потом у нас сейчас шикарные отношения. У нас единственная страна, с которой нет никаких территориальных проблем. То есть лимитирована граница полностью и вообще в руку. Но все равно забрасывают. Вот Турки, Турки, Турки. То же самое, я думаю, с венграми, с поляками и так далее. Есть еще одна страна, немцы. Кстати, прикольно было, когда я... Мне так получалось иногда, я бывал сначала Украина, потом Польша. Или Польша-Украина. И в разговорах, даже застольных. Украинец говорит о поляках и о русских. Поляк говорит о немцах и о русских. Причем фраза одна и та же. Те хотя бы какую-то культуру несли европейскую. А эти, кроме грязи и насилия, ничего. Ничего не изменилось в российских подходах за эти годы, столетия прошившихся. Но вот что изменилось в немецких? Травоядные? Абсолютно травоядность? Ну, я бы не сказал. У нас, видите, у нас... Я тут, наверное, скоро... Мне это... В посольство Германии пригласят в Киеве и скажут, Роман, вы тут единственный наш адвокат. А вот это хорошо, потому что немцам принято ругать. Вообще немцам... Ну, вот все ругают. И вот у нас даже такой... Ну, можно вообще-то это называться дипломатический скандал, когда Зеленский отказался принимать Штанмайера. Ну, я думаю, что это называется временная дисквалификация. Мы его простим в обозримом будущем, потому что сам Штанмайер сильно изменился. Да, он покаялся, повинную голову мяч не течет. Сказал, что Северный поток-2 зло. Сказал, что правильная формула Штанмайера это военный трибунал для Путина и Лаврова. Ну, то есть вообще прекрасный мужчина. Ну, тут... Дело в том, что вот эти вот визиты, такие, знаете, в рамках моральной поддержки, ну, как мне кажется, офис погорячился. Я там понимаю, как это решение принималось, и кто там советовал это сделать. Ну, если вы, позвольте, не буду вдаваться в подробности. Вот эти вот, ну, скажем так, какие вот чувствительные вещи, чувства и эмоции, это все уйдет, это все не важно. Важно другое. Важно то, что Германия приняла решение сегодня на поставке вооружения Украине. Вот это вот важно. Вот это снимает многие грехи перед современной Германией, которая до последнего момента, вот они там так хотели усидеть на двух стульях, так и газ хотелось дешевый, и нацизм они российский не замечали, когда замечали его уже все. Ну, исходим из реалий. И да, вот немцы, сколько они там отмывались от Гитлера? 80 лет. Ну, вот теперь новый Гитлер, и немцы могут немножечко успокоиться. А они успокоились, кстати, психологически, они правда успокоились? Такого мне складывается впечатление, что сейчас мы не самые большие засранцы Европы. Так и есть, но они же, подождите, они же не ведут агрессивных в войну, они не проповедуют, что там это арийскую расу, то есть, а, успешная европейская страна, которая, как многие говорят, подчинила себе Европу только экономически, но подчинила, слово нехорошее, ну, просто экономика Европейского Союза во многом завязана на Германию. Так это-то уж все выигрывают. Никто не, не только не сжигают никого в печах, даже никто об этом, слух, об этом стыдно, никто не скажет, потому что это сразу, ну, анафеме человека предадут. То есть, ну, это успешное государство, к которому тянутся все сами, сами тянутся, никого не надо там просить или еще что-то. Ну, и вот, и современные нацисты. Нет, это нормально. Более того, я люблю Германию, я могу прямо сейчас это доказать. Я вот не подготовился, у меня подобная кружечка есть. Нет, я просто пью постоянно из этой кружки. Я правда люблю Берлин. Мне правда очень нравится Берлин, но дело не в Германии, дело в их политической элите. Дело в том, что они действительно вели себя, мягко говоря, не очень адекватно. Ну, то есть, это... Раз приходится быть адвокатом, значит, все-таки отношения такое, настороженное все-таки могут сказать. Ну, еще раз, я в политике и в межгосударственных делах это не только эмоциональная составляющая. У нас, ну, вот всегда у нас там вот любили какие-то там терки между россиянами и немцами, и вот украинцы любили там у Ангела Меркель на страничке написать «Guten Abend, Frau Ribbentrop». Да, это было. Но я оценю все-таки последние... Они очень быстро мутировали. Давайте скажем прямо. Ну, когда тут речь идет о... Вот если два месяца назад кто-то бы сказал, что Германия будет готова поставлять немецкие танки украинской армии, то все бы сказали, «Ребят, это невозможно! Оказывается, возможно, все. И эти границы возможного расширяет не Германия, а Россия, потому что от того, что они делают... Вот почему немцы так изменились? Они же увидели политику Рейха, соответственно, при Адольфе. Вся вот эта вот тактика, выжженная земля, геноцид, этнические чистки, ну, и вот это безумное насилие. То есть безумное, абсолютно немотивированное. Ну, все это видели. Да, и только Путин говорит, «Это все МИ-6!» Это все МИ-6. Кстати, вот говорит это МИ-6, он же наговорил себе на гагу. Я просто думал, что они будут говорить, что это, ну, допустим, украинские нацисты убили, и вот украинские нацисты расстреляли всех, а потом сказали, что это было бы более логично, но говорить, что этого нет, когда это видела Урсула фонерляйен и Боррель своими глазами, неадекват какой-то. Неадекват, и там же вопрос в чем? Масса городов после авианалетов. И вот мы увидели все хронику Второй мировой войны. Вот то же самое. Дома разбиты, местами сложенные, панели висящие там, кухни висящие на ответственных стенах и так далее. То есть покое равнодушным оставить не может никого. И россияне тоже неравнодушны, кстати. Они от этого получают удовольствие. Это же вот питает их этот... Они же уберменши современные, как они думают. Ну и... А наши военные считают, что да нет, просто захватчики. И поступают, как надо поступать, захватчиками. Ну, у россиян, по-моему, все-таки есть культура отрицания, это не мы. По крайней мере, у большой части россиян есть культура отрицания. Это не мы, это они, это вся постановка. Да все не знают. Ну, все не знают. Просто им сказали вот в телевизоре, что это не мы. Ну, да. Ну, все все знают. Слушайте, если информация доносилась в годы Второй мировой войны, то сейчас, когда... У них YouTube есть. Я вам вот приведу пример своего YouTube-канала. С начала войны аудитория из России выросла почти в три раза. Интересно, что же они тут делают? Ну, вот приходят, где я называю вещи своими нами, российских оккупантов, российскими оккупантами, и говорю о том, что их здесь убьют. Всех, кто сюда пришел, с оружием в руках. Ну, почему-то люди смотрят это. Это говорит о том, что информация доступна. Поэтому, ну, отрицают они. Слушайте, россиян просто выдрессировали вот на этот телевизор, но в части вот этой операции на Донбассе, оккупации Донбасса до полномасштабного вторжения. Я тогда жил в Москве. Ни у кого не было сомнений, что эта территория контролируется на Российской Федерации военным путем. Просто они, кто-то молчал, кому-то было по боку, кто-то поддерживал, но сказать, что они верили вот в эту вот тезис, что шахтеры, конечно нет. И здесь аналогичная ситуация. Поэтому, да, они отрицают, но если вы зададите один вопрос, что было в Буче, один вопрос, будет ответить так, это фейк. Если вы на эту тему поговорите, ну, оно же так все просто, не было российских военных, не было массовых убийств, насилия, мародерства, воровства и так далее. А потом пришли российские военные, их выбили оттуда. Они не ушли. Это будут, пусть рассказывают в пользу бедных на тему, что это шаг доброй воли. Доброй воли. Конечно. Доброй воли украинской десантуры и не только десантуги. Вот. И после них обосраны квартиры, в прямом смысле этого слова, это и это самое самое такое наглядное, но самое мелкое, в общем-то. Мелкое, что они сделали. Внимание. И потом они говорят, кто же это мог сделать? Ушла российская армия, оставила за собой сотни трупов и поломанных сунг. Кто же это мог сделать? Ну, это же не так, это все все не так однозначно. Вот. Все не так, ненавижу эту фразу, все не так однозначно. Так, потому что в ней ложь сплошная, потому что все все прекрасно знают. Просто любая вата откровенная, мне понятно, они говорят, что да, мы такие, мы великая Россия, а все не так однозначно, это означает оправдание. Оправдание себя и попытка оправдания, причем, это я и называю культурой отрицания, что они не могут принять, кто не может принять этот факт, хотя знает, что это так, он в общем-то, но самое главное, что все... Там же есть еще такой момент, почему легче отрицать, потому что если ты говоришь, блин, наша страна творит то, что делать нельзя, то есть ты должен как-то реагировать на это, а реагировать или нет возможности, или нет смелости, по-разному, иногда просто возможности нет, что это диктатура. Ну, такое вот они себе окно возможностей для этого находят, ну, от этого же ничего не меняется, количество трупов меньше не становится. Нет, проблема вообще, когда мы говорим о коллективной ответственности, и так далее, коллективная ответственность, ведь это же не юридическая коллективная ответственность, это моральная. Это моральная, конечно, моральная. И чем больше они говорят о том, что это не мы, что этого нет, и так далее, тем больше убеждаешься, не убежать, в этом уже нет сомнений, тем больше убеждаешься, что они будут сопротивляться деноцификацией. Да, ну, термин вы использовали правильный. Нет, без деноцификации, в прямом смысле этого слова, в настоящем смысле этого слова, без денуклеализации, без демилитаризации невозможно назвать нормальной Россией. Да. Значит, невозможна победа в этой войне. Победа кого? Украины? Победа Украины в этой войне, победа свободного мира в этой войне, беда нацификации, потому что все остальные варианты, это промежуточные варианты, это варианты, когда они залежут рано и опять полезут. Можно не сомневаться. Я не сомневаюсь. Их встретить, это другое. Да, вот, дело. Мы пока пока мы не самая амбициозная нация, у нас пока промежуточный выход на красные линии, а линия это линия государственных границ. Дальше потом же сделаем, потом все это, потом колеса истории сделают свое дело, но по поводу не самая амбициозная нация, это неправильно. Я всегда говорил и говорю, вы самая крупная страна в Европе. Вы сейчас самая популярная страна в Европе, потому что я, ну ладно, про меня я вообще молчу, про себя, но я открываю приложение болт, так сказать, в Тбилиси, и у меня открывается сердечко. Какие цвета? Сине-желтые. И машинки там ездят по Тбилиси в этом приложении сине-желтые. Меню в ресторане любое сине-желтые. И флаги Грузии и Украины. Нет, сейчас я скажу честно, что сейчас на балконах в Тбилиси больше украинских флагов, чем грузинских. Гораздо больше. Ну потому что, ну, а чего сейчас вывешивать грузинские, те независимости, что ли? А украинские флаги вывесили понятно почему. Вот у меня во дворе восемь штук. Впечатляет. Ну вот, корпуса стоят вот так, четыре корпуса, центральный и спальный район города. Восемь штук висят. Разные, Я уже не говорю про маленькие флажки это вообще. Поэтому я говорю, что амбиции как раз таки у вас должны быть. Амбиции стать... Гела, это понятно, вы же тоже планку подняли до денуклеаризации, а это значит до войны на российской территории и капитуляции Москвы. Не обязательно. Да? Ну, если не обязательно, тогда рассмыслы. Войны, войны, да, но войны, извините, а что с вами, Россия официально воевала до 24 февраля? Она и сейчас с нами не воюет. Нет, сейчас воюет. У них спецоперация, да, у них не война. У них не война, да, я забыл совсем. Но, а гибридная война, да, будете. Просто другое дело, что у вас будет стратегическое преимущество в этой гибридной войне, вы переможете. Куда же вы денетесь? Сто процентов. Обязательно. Поэтому верим в СССР и слава Украине. Героям слава. Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»